Добрый вечер! Вы смотрите проект «Вечер на седьмом». И сегодня у нас в гостях кандидат к депутату Одесского областного совета от блока Петра Порошенко «Солидарность» Александр Стапенко. Здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Рад приветствовать вас в нашей студии. В очередной раз вы здесь. И думаю, что есть что рассказать за прошедший период, что было сделано, с кем встречались. Какие-то, может быть, интересные были моменты в этих встречах? Ну, идет избирательная кампания. Безусловно, она основывается прежде всего на встречах с людьми, на обсуждении наиболее актуальных проблем. Тем более, что мой избирательный округ, 76-й, это сердце Одессы, центр Одессы, Приморский район, это улица Дерибасовская, Пастера. Это как раз тот район, который с точки зрения сохранения одесской генетичности чрезвычайно важен и чувственен для каждого одессита. Именно поэтому часто, особенно сегодня, мы очень много говорили о сохранении вот такой архитектуры, присущей городу Одессе. Как это сделать? Как сделать так, чтобы городской дизайн соответствовал тому стандарту Одессы, который мы привыкли воспринимать, который есть лицом, и визитная карточка Одессы? Как сделать так, чтобы такие дома, как дом Лиммана, дом Руссова, дом Гоголя восстановить, и чтобы они стали эталонными местами, куда бы ходили одесские туристы? Как сделать так, чтобы в Одессе появились островки той старой Одессы, которая по всему пространству постсоветскому ассоциируется именно с одесскостью? Да, это не только там, это наш исторический центр, это там определенные стыки с Молдаванкой, вот улицей Балковской, Пересовским мостом, Пересыпью и так далее. И в этом смысле есть очень много интересных идей, в частности, допустим, то, что касается Пересыпи, допустим, стыков центрального района города Одессы и Пересыпи и Молдаванки, допустим, делать такие просто островки, их можно делать, реставрировать и делать такие островки той Одессы с извозчиками, знаете, с бендюжниками и так далее. И это, как мне кажется, чрезвычайно бы способствовало притоку туристов, которые хотят почувствовать вот тот дух вольной Одессы, который всегда есть и всегда, я надеюсь, будет у нас в городе. То есть вы считаете, что вот такие вот небольшие туристические анклавы необходимо делать везде? Абсолютно. Я абсолютно убежден. Я говорил с начальником управления культуры нашего города Татьяной Марковой, и в этом смысле мы с ней однодумцы. Я считаю, что в нашем городе надо творить легенды. Вот просто творить. Нам сама история эти легенды создает, да, а их надо просто развивать и выставлять на показ так, чтобы это было чрезвычайно туристически привлекательно. Я абсолютно уверен, что именно в этом и есть главный туристический потенциал нашей Одессы. Даже не в море, не в выздоровлении и реакреации, да, хотя это тоже есть, и это тоже на достаточно высоком уровне должно быть. А вот потенциал нашей уникальной одесской культуры, которую складывали тут и болгары, и французы, и молдаване, и украинцы, и русские, и еще сотни других национальностей, и евреи, ой, извините, забыл чуть ли не главную составляющую. С этого надо было начинать вообще? Да, с этого надо было начинать, безусловно. Так вот, вот это делает нашу культуру совершенно уникальной, одесскую культуру. Это то, чем гордится каждый одессит, это то, что делает, отличает наш город от всех других городов, там, от Киева, Львова и так далее. И в этом смысле неплохо выбрать пример даже с того же Львова, когда там, знаете, там, все знают, что во Львове кофе не растет, но там есть копальня кавы, там есть какая-то своя кофейная традиция, и они это настолько, ну, скажем так, заформализировали в легенду, что все правдой верят, да, понимая, что там этого, собственно говоря, и не может быть. И нам это надо делать. Нам надо делать так, чтобы люди приезжали на те улицы и к тем домам, где когда-то жил, ходил, творил там Жванецкий, там, наши градоначальники, Морозли, Дерибас, где, извините, там, Беня Крик гулял, там, со своей компашкой, там, и так далее. И тогда это, безусловно, привлечет туристов. Для этого надо многое сделать. В том числе и сделать так, чтобы наш город был, ну, по-настоящему европейским городом. Он по духу европейский, а многие вещи, которые сегодня у нас есть в городе, они не отвечают тем стандартам. Это касается транспорта, это касается, там, тех же велодорожек, о которых сегодня так много говорят, а, к слову говоря, есть автором концепции развития велосипедного движения и членом рабочей группы по разработке программы развития велосипедного движения молодежного спорта в Одессе. Это как раз те атрибуты, которые делают город европейским в полном смысле. Это и зона Wi-Fi, это и наличие там многих кафешек, ресторанчиков и других симпатичных мест, где туристы могли бы, посмотрев культурные наши достопримечательности, отдохнуть, там, передохнуть, впитать наш одесский дух. Практическую плоскость, да? Вот давайте вот возьмем, вот вы сказали, дом Руссова, у меня аж внутри душа сжалась. Ну, просто такой шрам на теле Одессы сейчас, дом Руссова. Что с ним делать? Ну, есть ли какие-то хоть... Ну, я понимаю, что это очень сложная проблема, многие пытаются ее решить, и куча юридических тонкостей в этом. Ну, может быть, какие-то выходы есть в ситуации? Какие вы видите? Вы знаете, безусловно, главный инструмент, с помощью которого мы должны сохранить вот именно вот эти символы архитектуры Одессы, это воля одесской городской власти. Безусловно, это компетенции городского совета. Я как депутат городского совета, который, ну, с 2010 года по нынешний момент работаю в городском совете, я абсолютно четко понимаю, что все вопросы с собственником, недобросовестным, я не хочу называть там фамилии, да, но его все знают, да, великого реставратора наших одесских домов. Так вот, если бы у нашего городского головы и городского совета было по-настоящему желание и воля решить эту проблему, эту проблему можно было решить, несмотря на множество, правда, присутствующих юридических тонкостей и заковырок, да. Если тот человек, который обещал реконструировать, и это не сделал, да, в установленные сроки, и не собирается, судя по всему, делать, так надо проявлять волю, эту собственность изымать опять в коммунальную, в городскую, да, искать либо нового инвестора, либо вкладывать туда деньги, а нового инвестора можно найти, это очень дорогая собственность одесская. И вкладывать туда деньги, и я абсолютно уверен, что надо делать не новоделы, как гостиница московская на Дерибасовской, а надо делать серьезную реставрацию. Да, это дороже, но это не позволяет быть такому положению вещей, как сегодня есть, когда мы не можем даже историческую часть города Одессы включить в зону ИНЕСКО, потому что у нас то переделано под новодел, то сделано не так, да, мансарды достраивают. Нужна культура, разработанная четкая программа и жесткие нормативы городского дизайна. Не должно быть так, чтобы на красивейших одесских зданиях, даже реставрированных, да, висели кондиционеры, застекленные были балконы, битые вагонкой там и так далее. Это уродует город, это все должны понимать. Это касается одесских вывесок, это касается бигбордов, это касается там многих вещей, даже фонарей. Не должно быть, по большому счету, как я считаю, не вот этих бетонных столбов, которые сегодня у нас присутствуют в центральной части Одессы, а должны быть те вот уникальные фонарики, пускай они не такие шикарные, да, и пускай между ними нельзя растягивать растяжки, как это было в той Одессе, которой мы так гордимся. Ну, смотрите, видение у всех абсолютно разное. То есть кто-то считает, что должно быть вот так, кто-то считает, что нет в Одессе быть современным зданием и так далее. То есть как найти баланс между этими? Баланс очень просто найти. Есть историческая часть города Одессы, да, она не такая уж большая. Это вокзал-край, дальше это уже не считается исторической. Это как-то определено документально? Есть, да, есть историко-архитектурный план, и этот историко-архитектурный план закрепляет вот эту часть, историческая часть города Одессы. И вот это должно быть вообще неприкосновенно. Вот просто никак неприкосновенно. Ни для новоделов, ни для мегаэтажных зданий, ни для высоток, которые закрывают эти все виды. Это все надо убирать. Вот вы знаете, вот на самом деле я отчасти с вами согласен, но вот вы были в Будапеште, кстати? Конечно. Я пять лет служил в Венгрии, и частым гостем был в Будапеште. Возможно, вы помните, когда находишься с одной стороны реки, то видишь вот старый город, он как на ладони, и стоит огромная черная серая коробка отеля Интерконтиненталь. Это вот для туристов смотрится просто, ну, как какой-то бельмо в глазу, как недоразумение. Правильно. Как они это делают? И у нас такие здания есть. Но ведь многие жители Будапешта когда-то выступали за это, это построили, это, конечно же, выбивается из общей конвы, но это есть, это уже нынешняя реальность. Безусловно. Есть вещи, которые мы уже исправить не сможем, да, ну, просто потому что не сможем. Потому что, и правда, есть собственники, есть юридические последствия, и это настолько будет дорого и нерентабельно, и вообще мы уже не сможем вместо высотки, которую уже возвели, да, построить то уникальное здание и сказать, что это вот то самое здание, достойное включения в зону ЮНЕСКО. Но надо делать все, чтобы вот эта уникальность сохранилась максимально и не позволять ее дальше уродовать, да. Это касается и французского бульвара, он тоже, кстати, входит в эту историческую часть города. Это не исключает в других районах города современных, многоэтажных, красивых, новых микрорайонов, зданий, сооружений с большими амбициями современной архитектуры. Вообще не исключает. Наоборот, это полезно, но это должно быть присуще тем районам города, которые не входят в историческую архитектуру. Вот опять же французский бульвар вы затронули. Но вот французский бульвар, помимо того, что это красивое, очень место воспетое, это же еще и транспортная магистраль. Она сейчас со своей функцией, объективно скажу, там каждый не езжу, не справляется. Не справляется. Что делать? Так не надо, я вот абсолютно уверен и считаю, что не надо строить из французского бульвара транспортную магистраль, раз он относится к исторической части города. Надо, правда, совершенствовать транспортную структуру как раз по тем улицам, которые способны обеспечить высокую проходимость транспорта. То есть переформатировать потоки? Переформатировать потоки, строить развязки. Мы об этом мало думаем вообще сегодня, а это надо делать. Почему? Потому что сегодня каждый кусочек одесской земли пытаются либо приватизировать, либо продать. И построить магазинчик. Да, построить магазинчик, либо там цветочный, либо еще какой-нибудь, либо шаруму поставить. На самом деле это неправильно, потому что есть, слава богу, удалось принять генеральный план города Одессы. И надо понимать, что этот генеральный план определяет развитие города на стратегическую перспективу. В этой стратегической перспективе, что бы мы там ни говорили, как бы мы этого ни хотели, будет расти количество машин, будет расти количество жителей. И надо обеспечить, и это задача городской власти, обеспечить пропускную способность автомобилей, надо обеспечить эффективное функционирование наземного коммунального транспорта. И это точно не будут маршрутки, они просто не могут быть. Вот когда-то Одесса развивалась вдоль линии трамвая. Вот просто трамвай ходил с одного конца Одессы, с другой, и так вот, куда трамвай доходил, там и образовывались новые микрорайоны Одессы. Я думаю, об этом много говорят. Я не хочу говорить о банальности, это, к слову говоря, нет в моей личной программе. Но, безусловно, надо думать над видами транспорта, которые обеспечивали бы по типу либо скоростного трамвая, либо метро перевозки значительного количества горожан с одного конца города в другой. Надо ограничивать движение транспорта в центре Одессы, вообще исключить, может быть, дневное движение грузового автомобильного транспорта. Это те вещи и те задачи, которые должна решать городская власть, если мы собираемся иметь город Одессу наш родной, европейским. Да, если мы хотим, чтобы к нам ездили туристы и наслаждаясь улицами, а не пыхтящими КамАЗами. Согласен с вами по поводу КамАЗов. Смотрите, вот, ну, мне кажется, что тот человек, который решит проблему транспортную в Одессе, тот войдет в историю. Кто сделает метро, тот как Морозлий, как Дерибас, вот все на одной доске почета. Безусловно, да. Но это чудовищно сложная проблема, вряд ли ее в ближайшее время возможно решить, либо вы не согласны. Я не согласен, ее можно решить. Ее можно решить, важно, как мне кажется, устранить две вещи. Первое, надо иметь правдожелание эту проблему решить. Ну, это первое, конечно. Да, второе, надо искать и привлекать инвесторов, и обеспечивать им честные конкурентные права. К сожалению, наша практика украинская, надо говорить честно, за 24 года нашей независимости мы и жили из себя способность что-то делать честно. Коррупция главный бич, да. И это отпугивает инвесторов. Есть люди, которые готовы бы вкладывать и в хайвэи, и в развязки, и в скоростные трамваи, и так далее. Надеюсь, не просто, так сказать, получить свои инвестиции назад, но и получить от этого прибыль. И это все надо делать, таких инвесторов можно найти. Вот как сегодня городской совет, я надеюсь, начал и успешно закончил программу эффективного освещения улиц Одессы. Мы имеем все шансы заключить долгосрочный конституционный договор на осветление Одессы путем внедрения очень эффективных энергосберегающих технологий на основе современных светодиодов, светодиодов и так далее, и Одесса будет освещена светло, и мы будем экономить на потреблении электроэнергии. И вот точно так же можно сделать и в виде транспорта. Это большая работа, я не говорю, что это делается вот так в раз. Это может быть работа не одной каденции городского совета. Но это надо делать, вот эти основы этой работы надо закладывать сейчас. Цели. Главное бы, значит, четко цели, тогда к ним гораздо больше. Есть еще очень много проблем, особенно в Приморском районе, скажем так, старых районов города Одессы. Это коммунальное хозяйство, которое практически разрушено и, как мне кажется, вообще не подлежит модернизации. Наиболее тяжелые районы Одессы, это Приморский, Молдаванка, ну, старые районы Одессы, где нет новых многоквартирных домов и где не купаются те деньги, которые жители собирают на обслуживание дома и придомовой территории, они не обеспечивают ни ремонт, ни восстановление, ни нормальное содержание дома. Тут надо искать новые решения. Я уверен, что сегодня один выход – это приватизация, коммунертиризация услуг, да, то есть отдать эти все услуги не ЖКСам, а коммерческим фирмам. А те дома, которые не очень большие, и где просто не хватает средств на их содержание, особенно те дома, которые имеют историко-архитектурную ценность у нас в Одессе, да, надо датировать городского бюджета. Это обязанности города. Город сегодня посредством вот этих вот децентрализаций финансовых потоков начал неплохо зарабатывать, вот правда неплохо зарабатывать. И надо думать, как эти деньги осваивать и как посредством этих денег делать лучше Одессе и ее жителям. Так вот, мне кажется, что старые районы города Одессы обязательно должны иметь такую дотационную составляющую на содержание тех домов, которые относятся, особенно которые относятся к памятникам архитектуры. Александр, вот мы много сейчас внимания уделили Одессе, но давайте немножечко поменяем вектор, ведь вы же идете в областной совет, да, и я думаю, что это такая вот серьезная динамика. Областной совет, ну, поправьте, если я ошибаюсь, он, скажем, менее рейтинговый сейчас вот по спросу, да, вот среди кандидатов, чем городской. Тем не менее, вы выбрали после городского, хотя работали там с 10-го года, выбрали следующий шаг для себя уже более, скажем, масштабные, но и более сложные проблемы. Ведь бюджеты меньше, объемы больше, проблемы сложнее. Бюджеты соизмеримы, к слову говоря. Почему идете в областной? Мне кажется, что, во-первых, я иду в областной совет по городу Одессе, да, таких округов 16, и несмотря на то, что избирательное законодательство не предусматривает закрепление депутатов за конкретным округом, даже за тем, где он избирается, но, тем не менее, считаю важным для себя сохранить свою компетенцию и свою ответственность именно за городом Одессы, где я, собственно говоря, избираюсь. А в этом смысле у нас в Одессе очень много есть той собственности, которая относится к областному совету, да, и она тоже влияет на качество жизни наших одесситов и на красоту нашего города. И тут есть очень много задач. Я считаю, что надо иметь, в Одессе надо иметь сильное лобби в областном совете. Почему? Потому что половина избирателей областного совета составляют жители города Одессы. И представительство двумя депутатами, как было раньше, это было несправедливо, как мне кажется. И в этом смысле очень важно еще объединение, с учетом принципов административной реформы, децентрализации, необходимо, Одесса будет захватывать другие территории. Я в этом абсолютно убежден. Она не сможет дышать и развиваться в тех границах, которые она есть. И в этом смысле тоже надо лобби, да. Мало того, важно объединение вот таких социально-экономических параметров развития области и города. Почему? Потому что, вот, допустим, я считаю абсолютно, абсолютно в этом уверен, что главный наш социально-экономический потенциал развития лежит в сфере транзитности и превращения Одессы, вот знаете, в ворота импорта и украинского экспорта. Это через транспортные потоки? Да, у нас есть пять транспортных коридоров автомобильных, которые проходят через ДСУ, у нас есть море. К сожалению, пока нас нельзя назвать морским государством, а можно назвать страной моря, потому что мы не имеем своего флота. Да, просто не имеем, за исключением там редких единиц военно-морского. Просто нет украинского флота. А у нас есть чего возить, и я очень рассчитываю, что потоки экспортные наши, украинские, они постоянно будут расти. Это не просто зерно. Я надеюсь, когда-то мы сделаем так, чтобы на территории Одессы, Одесской области были перерабатывающие предприятия с хозяйственной продукцией, и мы возили не просто зерно там или огурцы с помидорами, а мы возили там уже готовые продукты многих переделов, и что прибавляет добавочную стоимость, что создает рабочие места, что наполняет и Одесский областной, и городской бюджет. И в этом смысле, как мне кажется, мне было бы интересно сделать так, чтобы помочь Одессе, и не только, так сказать, за счет бюджета города Одессы, но и областного бюджета. Скажите, вот недавно Минфин обнародовал информацию о том, что средняя заработная плата в Украине находится в размере, ну, в районе 160 долларов. Это в Украине, да? Я думаю, что по Одессе, по одесскому региону немножко больше. Ну, давайте отталкиваться от этой цифры 160. Поэтому люди стремятся хоть как-то прокормить свои семьи и занимаются каким-то мелким бизнесом. Но подавляющее большинство из них, ну, вот не знают, с чего начинать. В торговле все ставят, как мы уже с вами сказали, лотки с цветами, с шаурмой, едут на седьмой, как-то пытаются там крутиться, да? На седьмой, в смысле, не на канал седьмой, а на седьмой рынок. — Как вы считаете, вот где в Одессе можно развернуться для нового бизнеса? Какие можно стартапы делать? Где вот одесситы, люди творческие, активные, целеустремленные, и люди, которые умеют работать, где они могут реализовать свою позицию? — Вы знаете, я думаю, что тут вообще не паханное поле, а широчайшее поле деятельности, особенно для молодежи. Я абсолютно уверен, что будут чрезвычайно привлекательные вещи, которые будут основываться, пускай сначала на кустарном, но на таком мелком производстве, да? — Производство чего? — Любой продукции. Делайте велосипеды, умеете делать утихи, делайте утихи, умеете делать подсвечники, делайте подсвечники, умеете делать пирожки, делайте пирожки. — Кстати, бренд «Меден Одесса». — Да, да, и в этом смысле вот малое производство, как мне кажется, сегодня в Одессе, да, малое предпринимательство на основе, на такой производственной базе, на основе реального какого-то такого сектора экономики, как мне кажется, будет чрезвычайно успешно. Мне все будет успешно, что касается производства продуктов питания. Это, в этом я абсолютно убежден. Мне кажется, у нас в Одессе огромный потенциал IT-технологий, да, развития IT-технологий. И я вижу, как в хабах, в хабе, допустим, у Саши Славского, сколько молодежи вокруг этого занимается, и сколько есть успешных, уже есть успешных стартапов в этой сфере. Я уверен, что у нас тут, с учетом нашего потенциала Политехнического университета, Академии связи и других вузов, где есть эти вещи, да, то я думаю, что в этом смысле мы можем быть чрезвычайно успешными. И вы знаете, вот чрезвычайно важно и городской, и областной власти при этом понимать, что наша главная функция, скажем так, да, это дать людям возможность заработать, да, создать такие условия, чтобы люди могли выжить сами. Не надо спасать никого. Вы просто не мешайте. Создайте условия, чтобы такой человек, допустим, деятельный, предприимчивый, как вы, да, Максим, могли своим трудом, своими умениями, знаниями, навыками заработать себе на хлеб, своей семье, своей девушке и обеспечить всех. И, возможно, вы еще создадите парочку рабочих мест, где я тоже с удовольствием поработаю. Хочет давать людям рыбу, давайте дадим им удочки, они сами себе все наложены. В этом и будет главный стимул и направление развития. Александр, у нас остается очень немного времени до конца нашей беседы, к сожалению, но я бы хотел задать вам такой вопрос. Насколько я знаю, что вы, работая уже с 2010 года в городском совете, один из немногих, кто получил положительную оценку от Комитета избирателей Украины. Это так? Да, это так. Ну, мне неудобно как бы самопиарить, заниматься самопиаром. Ну, это был вопрос, поэтому вы должны быть. Да, но правда, для меня было совершенно неожиданностью доклад Комитета избирателей Украины. Первый раз он появился где-то месяц назад. Вот, я, на меня, мне его просто тыкнули, да, и в этом докладе всего два кандидата Одесского городского совета получили отличные оценки. Это мной, уважаемый депутат Александр Шеремет и я, ваш покорный слуга. Вот, и я рассчитываю и в областном совете работать достаточно эффективно и стараться делать так, чтобы, ну, приносить пользу, прежде всего, горожанам и Одессе. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Я не буду желать вам удачи на выборах. Я думаю, что пожелаю вам того, чтобы одесситы и жители нашего региона достойно оценили то, что вы для них сделали. Потому что оценивать есть что, и пусть они просто это видят, оценивают, делают выводы. Спасибо. Вы смотрели проект «Вечер на седьмом». Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч. Счастливо. Счастливо.